У нас в ленте был вопрос в стиле, есть ли жизнь на Марсе, да, а именно, производят ли в Италии эко-кожу, эко-замшу, или все это импортируется из других стран и так далее. Ну вот смотрите, вот это вот, по моей просьбе, мне привезли вот такой вот большой железный ящик, называется он Банкаль, и в нем находится много всякого красивого со стока Луиза Спаньоли. И кроме Луиза Спаньоли здесь находится сток от Голден Гус, Голден Гус, погуглите, посмотрите, да, кто такие товарищи Голден Гус, эта марка достаточно недешевая, достаточно такая, скажем, ну, интересная, не очень распространенная, не слишком известная, но при этом используют итальянские ткани. Так вот, вот смотрите, вот три рулона, которые пришли на их стоки, это искусная замша, эко-замша так называемая, дублированная, плотная, роскошная совершенно замша, в цвете таком бежево-коричневым, черном, и кусочек золотой эко-кожи, совершенно потрясающий, плотный, роскошный, Голден Гус, Голден Гус, и смотрим, кто это производил. Одной рукой это все не очень удобно делать, Голден Гус СРЛ, так, производитель, производитель, определенные этикетки вот здесь, компания ЛизерТекс, индустрия, индустрия, песут из печали и техники, пожалуйста, Голден Гус, 58% полиэстера, 42% полиуретана, поэтому ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, а именно производится ли искусная кожа, искусственная замша в Италии, он очевиден, да, производится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!